Сегодня я буду делать чайреки. Сейчас я буду делать тесто. Для этого мне понадобится кипяток, соль, растительное масло, яйцо и мука. Я буду делать двойную порцию, так как у меня фарша много. Фарша у меня больше килограмма. Значит, для этого мне понадобится кипяток. Доливаю горячую воду. В горячую воду добавляю соль, масло. Размешиваю. Постепенно всыпаю один стакан муки. Я пользуюсь вот такой вот ложкой. Добавляю, значит, муку и быстро размешиваю венчиком. Размешиваю, чтобы не было колбочков. Ну, и даю сейчас этой массе постоять, чтобы остыло. И только потом я буду вбивать яйцо. Добавляю сюда двойнице, порционное водяное. Все это хорошо перемешиваю. И маленькими борцами добавляю в муку. Тесто замешиваю так на пельмени. Вымешиваю ваше тесто. Тесто оставляю стоять. В то время, когда я буду делать начинку, если должно отдохнуть. Оставляю тесто на полчаса. Можно пленкой накрыть, я закрываю крышкой. Фарш у меня 50 на 50, свиной с отскотским. И примерно столько же я начищу луку. Здесь у меня 1,2 кг. Так, ну вот теперь у меня, значит, фарш 1,2 кг. И лук немного побольше, кило 277, почти кило 300. Значит, сейчас я его размельчу в блендере. Музыка. 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 Я не делала, потому что она очень быстро может прикрепиться в кашу. Я не делала, потому что она не делала, потому что она не делала. Со специями я буду добавлять только черный перец и соль. Здесь находится 1,2 кг мяса, фарш 50 на 50 см, лук 1,3 кг. Значит, сколько я буду брать соли? Советуют брать на 1 кг мяса от 10 до 15 г. Кто-то даже берет 20 г. Тут такой вопрос спорный. Поэтому я буду брать 1 столовую ложку соли сначала. Потом еще чайную. Всего вместе у меня выходит 20 г. Значит, на это количество я беру 20 г соли и перца. Но дело в том, что это все делается на любителя по вкусу. Кому нравится больше, кому нравится меньше, кому нравится посреднее. Так что каждый делает на свой вкус. Очень сочный фарш. Потому что лук дал сок. Я думаю, что будут очень вкусные, сочные чагурики. Ну, чтобы хорошо соль равномерно, перчик, чтобы равномерно все было равномерно. Все, фарш у нас готовый. Фарш у нас готовый. Тесто очень хорошее. К руку практически не прилипает. Я сейчас его уже при звуке. Чистая и рабочая. Да, уже чистая. Значит, мы его уже делим. Это порции, если порция динарная, его уже наполовину. Так как порции двойная. И теперь выводим на четыре части. Катать, конечно, в звуке не получится. Вот такой вот чашкой, по-моему, и с этим кусочком работаем. Значит, я его раскатываю. Эта плята немного для меня высоковатая, поэтому я, как бы, неудобно немножечко на этой пляте мне его раскатывать. Но на старение макуне не хочется, потому что там гриенка эта прозрачная, и неудобно, надо все равно всегда что-то стелить. Неудобно намечаю. Вот видите... ехли, здесь можно 하지? Теперь я делаю вот такую кучку, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки. Значит, здесь получилось всего лишь 5 кругляшков. Фарш налаживаю на одну сторону, прижимаю его другой стороной, закрываю и... Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки, и я делаю вот такие кругляшки. Я делаю вот такие кругляшки. Продолжение следует... 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 Нагрелось масло, но я теперь убавила. Три штучки, я думаю, в самый раз. Теперь буду переворачивать сюда-сюда, пока они не будут готовы. Вот тесто такое становится сразу пузырьками. Субтитры сделал DimaTorzok. Сделаю еще помедленнее, чтобы они с мясом хорошо прожарились. На пробу сразу же ложу один чебурек, чтобы узнать, как они у меня прожарились. Я перепробовала много разных рецептов, но на этом остановилась. Чебуреки получаются очень вкусные. Тесто мягкое, а начинка очень сочная. Рецепт вы найдете в описании под видео. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.